Как и зачем можно использовать нейросети? Всё, что касается каких-то текстовых задач, базовых, я думаю, что уже очень многие распробовали, что можно переводить какие-то материалы, статьи, письма, что можно писать, говорить ему, напиши более формальным языком, напиши более таким дружеским языком. То есть какие-то вещи, связанные с базовыми текстами, мне кажется, многие разобрались. Если нет, если какие-то штуки у вас вызывают сложности, пишите обязательно в комментариях, я отдельно запишу, покажу, что можно делать. Дальше следующий этап развития и освоения нейросетей – это посмотреть, где, в каких точках вашей жизни, и рабочей, и нерабочей, эти прекрасные нейросеточки могут вам помочь. В этом видео мы отдельно сидим только на чат GPT, а остальные, в зависимости от ваших комментариев, если напишите, то возьмёмся и за другие, осваиваем и другие нейросети тоже. Итак, прежде чем… Ручки вот они. Прежде чем мы идём в нейросеть, мы делаем предварительную работу. Нам сначала не надо идти и тупить перед пустой строкой, что же, собственно, его попросить. Нет. Мы сначала наводим порядок у себя в голове, потому что что такое нейросеть? Это выносная нейросеть. А основная нейросетка у нас вот здесь. Поэтому сначала нужно разобраться с самими собой. Я предлагаю метод, который мне очень сильно помогает. И у меня есть несколько нейросетевых интенсивов для разных людей, для разных профессий. И вот мы этот метод используем. Это прям фактически первое задание, которое выполняем мы на моих интенсивах. Что вам нужно сделать? Вы можете взять красивые стикеры. Можете взять красивые стикеры. Можете просто белые бумажечки на маленькие запчасти резать и разорвать. И напишите, пожалуйста, всё, что вы делаете, всё, что приходит вам в голову. Вот прямо прикрываете глаза. Представляете свой день с раннего утра. Я просыпаюсь, листаю ленту соцсетей, ищу что-нибудь интересненькое. Потом я иду там готовить завтрак. Потом я, не знаю, иду в душ. Потом я выгоняю детей в школу. И вот просто расписываете, что вы делаете на выходных, что вы хотите. Прочитать книжки, посчитать семейный бюджет. Всё, всё, что угодно. Всё, прямо потоком. Потратьте как минимум час. Выгрузите это из головы. Помимо того, что вы потренируетесь дальше работать с нейросеткой, это просто психологически очень хорошее такое упражнение, которое выгружает у вас из мозга, все ваши заботы, и вы начинаете их видеть физически. И мозг наконец-то говорит, ну ладно, я всё записал, мне не надо постоянно держать оперативную память, про это всё помнить. Поэтому вытаскивание заметок из головы на бумагу, или в данном случае на цифровую бумагу, цифровые стикеры, это вообще просто по жизни полезное упражнение. Я всячески рекомендую. Дальше, после того, как вы написали вот всякие разные задачки, мы с вами пойдём их распределять по шкалам. Значит, шкалы, я вам буду говорить, какие вы можете записать их себе в блокнотике, и затем раскидывать свои листочки. Но листочки делаются сначала. То есть мы один и тот же комплект, поэтому в цифре удобнее это делать, потому что вы можете бесконечно копировать эти стикеры. Мы эти стикеры раскладываем по шкалам. Нравится делать, не нравится. Вот честно, чтобы вот никто не подсматривал, вы положили там стикеры на столе, или сделали это в МИРО, или в любой другой интерактивной доске. И прямо вот по-честному, что из всех задач, которые на вас свалились, которые вы тащите на себе, что из этого вам действительно нравится делать. И поэтому в стикерах я всячески рекомендую написать не только то, что вы делаете по жизни, но и то, на что вам не хватает времени, то, что очень сильно хотелось бы, но эта вот мечта лежит на полочке, когда бы до неё добраться. Тоже и сюда записывайте, посмотрим, вдруг найдётся время и найдутся силы. Мы пока не знаем, пока мы не раскидаем задачки по шкалам. Нравится, не нравится. Хочу, должна, должен. Делаю быстро левой пяткой, не приходя в сознание в 2 часа ночи. Отнимает слишком много времени. Важно для меня, важно для других. Вот по-честному. Вот вы вот это делаете, потому что это действительно значимо для вас, для вашего развития, для вашей внутреннего спокойствия. Или вас это давит, потому что вы должны, согласно какой-то социальной роли, вы должны это делать. Дальше. Помогает моему развитию, тормозит моё развитие. Как понимаете, как интерпретируете по таким шкалам и раскладываете. Приносит деньги, забирает деньги. Рабочие, личные, личное развитие, любые ваши задачи, они могут, можно на этом зарабатывать, либо то, что необходимо тратить деньги. Хочу свалить на других, ну, умное слово, делегировать, но хочу, чтобы кто-то это делал без меня и хочу делать самостоятельно, потому что мне это нравится. Даже если это тяжело и занудно, ну, просто нравится, поэтому я буду это делать. Значит, вот эти вот шкалы, запишите их себе в блокнотик на листочек и затем вы сможете этим всем пользоваться. Зачем это и при чём здесь, собственно, нейросети? Дело в том, что, к сожалению, очень многие люди понимают нейросети, как такой, ну, новый Google, продвинутую поисковую систему. Но это совсем другая ролевая модель, это совершенно другой тип сервиса, который нам сейчас стал доступен. Думайте о нейросетях не как о Google, о поисковой строке. Думайте о нём как о вашем персональном ассистенте, как о вашем помощнике, как о человеке, в кавычках пока возьмём, который берёт на себя часть ваших забот. И здесь есть как плюсы вот в этом образе, так и минусы в этом понимании. Потому что, с одной стороны, то, что у вас появляются дополнительные руки, которые что-то автоматизируют или что-то дадут возможность сделать быстрее, или более качественно, или менее напряжно, это классно. У вас появляется помощник, и вы можете рассчитывать, и вы можете больше успеть за единицу времени, если этот помощник будет вам помогать. Ну, например, я работаю редактором, я работаю продюсером, у меня своя компания, много всяких разных творческих, контентных задач, и я, например, беру интервью, и чтобы мне, вот я два часа поговорила с человеком, а затем мне из этого нужно сделать текст, либо сценарий, либо там нарезать монтаж. Раньше как это происходило? Я беру диктофон, записала звук, и затем вот человек говорит, а я переписываю или там набираю на клавиатуре, что он сказал. И вот два часа вы поговорили, а на транскрипцию будет уходить четыре часа. Следовательно, два часа поговорили, плюс четыре транскрипция, шесть часов, минус, и это если вы вообще никуда не отвлекаетесь. Жуткая, муторная задача, самая, наверное, ненавидимая многими людьми, которые с контентом работают. В случае, когда у нас появляется персональный помощник, мы скармливаем аудио или видеофайл с этим интервью нейросети, и она расшифровывает этот текст. Ну, допустим, вот там двухчасовой меня расшифровывает нейросетка где-нибудь там минут за 15. Я в это время могу пойти попить чай. Вот есть чай. Нужна подзарядка. Ну, кружка есть. И вот есть, значит, я сегодня молодец. Я могу попить чай, а помощничек за меня поработает. Но точно так же, как и люди, которых мы нанимаем, те наши помощники, эти наши персональные ассистенты или наши сотрудники, как они могут быть на пользу, так они могут быть и вреденными, и тормозами, и людьми, которые не понимают, что вы от них хотите. И разница в том, ну, типа, помогает он вам или не помогает, разница в том, как вы ставите задачу. Правильного ли сотрудника вы выбрали для выполнения этой задачи? Корректно ли вы сформулировали, точно и чётко ли вы сформулировали задачу? Потому что, опять же, люди пользуются нейросеткой как улучшенной поисковой строкой, и они думают, что у нейросети есть телепатия. И вот так мы пришли, открываем сессию нейросетевую и пишем, типа, придумай мне какую-нибудь там сказку или нарисуй мне какую-нибудь картинку. Нет, так не работает. И так и в отношении с человеком, и с сотрудником, и с помощником так не работает. Мы ставим задачу каким образом? Тебе нужно в такие-то сроки сделать вот это конкретно. результат будет выглядеть вот так. Уровень качества должен быть вот такой. То есть, чем чётче вы ставите подчинённому задачу, тем меньше шансов, что... Нет, тем больше шансов, что он её выполнит, и меньше шансов, что он её зафокапит, потому что вы ставите ориентиры. Нейросетка – это сотрудник, а не Google. Нейросетка не знает, чего вы хотите, она не может догадаться, чего вы хотите. Она очень умная, она очень много знает, но её надо фокусировать и запрашивать конкретно, что необходимо. И это очень важный дисклеймер в отношении, как вы выстраиваете свою коммуникацию с нейросетями. Итак, вот мы взяли вот эти вот... написали наши задачи. Что дальше происходит? Раскидали их по шкалам, и дальше мы смотрим те части, которые не очень вам нравятся. всё то, что будет стоять где-то вот здесь. Всё то, что вас бесит, всё то, что вам не нравится, всё то, что отнимает деньги, вот это кандидаты на делегирование. Будет живой человек, найм дополнительного сотрудника, найм персонального ассистента, либо поиск нейросети, которая возьмёт на себя часть этой задачи. И опять же, как и любой человек, у всех есть и в нейросети, есть границы компетенции, есть границы их возможностей. Поэтому, когда вы ставите задачу, не получится запросить в нейросети полностью всё. то есть вы должны научиться разделять то, что вам необходимо делать, на подзадачи и каждую из них смотреть, что из этого нейросетка может сделать. Сейчас мы посмотрим это на практике, может быть, будет чуть-чуть попроще с этим разобраться. Мы возьмём, кстати, пожалуйста, в комментариях пишите, какие задачи вы хотели бы слить нейросетки. И я постараюсь придумать, либо подсказать вам, какая нейросеть с этим работает, либо как сделать промпт, как сделать запрос, как научить нейросетку это делать. Либо, если то, что вы хотите делегировать, делегируется только живому человеку, например, обжарка стейков, эта нейросетка не умеет, придётся нанимать повара, либо идти в ресторанчик. Итак, мы сейчас идём к нашему чатику GPT и посмотрим, что он умеет. И знаете, как мы это сделаем? Вот как мы выстраиваем коммуникацию с человеком, так мы выстраиваем коммуникацию с чатом GPT. Например, мы ему говорим «Привет!» Не потому, что роботы потом захватят мир, а потому, что это настраивает вас на разговор, не на сухие запросы, как мы в Гугле обычно это делаем, а на то, чтобы поговорить. Чат, он поэтому и чат, что он приглашает поболтать и початиться. Что важно ему знать? Для того, чтобы он понимал, что вам предложить, ему нужно рассказать о себе. То есть, если, например, вы хотите с помощью чат GPT порешать какие-нибудь не рабочие задачи, а семейные, личные, домашние, то чат GPT должен знать, кто вы, как вы живете для того, чтобы принимать какие-то решения и что-то вам советовать. Не бывает никогда универсальных советов. Вы же знаете, как бесят все эти универсальные неперсонализированные штуки. То есть, вы рассказываете. Меня зовут так-то, там, я живу одна с сыном, хотя это странная формулировка, в Петербурге. Я готовлю для себя отдельно, для Макса сына отдельно. Мне лень, это я предполагаю, на самом деле нет, чтобы был кейс. Мне лень готовить ему каждый день. Максу 16 лет, он умеет готовить сам. Предложи меню на неделю для растущего организма подростка. Ну, например, он не ест рис совсем. Любит мясо. Они все любят мясо, наверное, или нет. Нужен здоровый и вкусный рацион, который он сам мог бы готовить. милый. И дальше он милый, он тебя так обнимает. Готовить каждый день утомительно. Несколько советов. Вот таким вот можно, допустим, отдать. Можно усугубить эту историю. например, посчитай калории по этому меню на каждый прием пищи. Вот он распишет килокалории. Конечно же, все какие правильные нутрициологи перепроверят это все и найдут там ошибки. Так, хорошо. Теперь, допустим, мы сделаем так. Напиши список покупок раз в неделю, чтобы один раз закупиться и больше в магазин не бегать. Пиши граммовку тоже. И в принципе мы вот это вот можем скопировать и идти в магазин. или отправлять молодого человека в магазин. То есть, вот если у вас в стикере есть «не хочу готовить» или на самом деле может быть даже вы и хотите готовить, но вот я по себе знаю, бесит, особенно если вы работаете, особенно если очень много заняты, очень много заботы, голова пухнет. Бесит не необходимость готовить, бесит очень часто необходимость придумывать. Вот в этом смысле в Чарджи Пяти вы можете вот эти все ограничения семейные занести в запрос, в промт и посмотреть, что он предложит. То есть, вы, например, можете сказать, что там муж не ест вот это, любит вот это, терпеть не может вот это, сын любит вот это, терпеть не может вот это, и попросить его написать табличку для вот членов семьи, то есть, он сопоставит все пристрастия и там ваши, и ваших домочадцев и сделает обобщающие, то есть, вот эти все нерасеточки, они хороши в обобщении данных, в софтструктурировании. Чем больше данных вы им туда отдадите, тем лучше они это все упакует, посчитает. И, кстати, табличка он тоже действительно делает. Сделай таблицу, где в одной колонке будет меню для меня, а во второй для Макса. Сделай так, чтобы в один день совпадали продукты, которые мы оба любим. Значит, когда вы говорите таблица, он рисует таблицу. Давайте посмотрим, что у нас здесь получается. таблица. Завтрак. Авокадо, тост с яйцом, омлет с овощами и сыром, салат с курицей, авокадо, куриные грунтки с овощным салатом. Курицу, допустим, мы можем... Ой, мне тут предложили рыбу с брокколи. Он не знает, что брокколи это капуста. Понятно. Йогурт с бананом и орехами, тост с авокадом и яйцом. Пашот. Мы ему говорим, а Макс не любит авокадо. И тогда он будет переделывать. То есть как и обычному сотруднику, как и человеку, помощнице по хозяйству, если бы, допустим, вы нанимали человека, вы всегда объясняете вот этот контекст. Кто что любит, кто что не любит, что готовить, как у вас в семье заведено. Вот этого всего нашего неосознанного знания контекста у нейросети нет. Поэтому, как вы нового сотрудника нанимаете, у него всегда есть период анбординг, включение в работу, понимание вообще, как процесс устроен. Когда приходит у вас клинер или помощница по хозяйству, вы вначале очень много и долго объясняете, что можно, что нельзя, какие тряпочки можно трогать, какие нет. то есть вот этот весь контекст, его надо нейросети сообщить. Как сообщить? Текстом. Не буду сейчас говорить про голосовой ввод, он не всем пока доступен на чате GPT, но вот это вы пишете, я такая-то, живу так-то, мой распорядок дня такой-то, я просыпаюсь во столько-то, мне нравятся фильмы такие-то, такие-то, муж терпеть не может фильмы такие-то, такие-то. Вот всё вот это вот описание, этот контекст вы заносите в нейросеточку вот в этот один, вот одна сессия, то есть одна сессия это то, что вы начинаете вот с нуля разговор, да, один трейдик чата. И вот в рамках этой сессии он всё помнит. То есть вы это закончили сегодня, его закрыли, там два дня они никаким образом к нему не обращались, возвращайтесь через два дня, выбирайте вот этот чатик, да, вот они все чатики, которые вы, которые у вас были, все разговоры по любому поводу, вот они здесь сохраняются. И вы выбираете чатик и продолжаете разговор с того момента, как он закончился. И всё, что в этом чатике вы сообщили, он всё это помнит. Если вы им сказали, типа, обращайтесь ко мне на вы в таком-то роде, он будет соблюдать эти правила, он будет помнить цифры отношения между родственниками, хотелки. Иногда, конечно, он может глючить, но тогда, как и с обычным человеком, вы говорите, да ладно, да неправда, там, Макс Авокадо не любит совсем, ты что, забыл? И он такой, хоп, прошерстил весь этот чатик, ой, точно, там, извини, забыл, сейчас я всё пересчитаю. То есть, вот, это разговор и способ управления вот этой машинкой, это не запрос на несколько ключевых слов и давай ищи, это приём нового человека, цифрового человека, вот, в круг ваших рабочих обязанностей, либо семейных обязанностей. Ну и давайте ещё посмотрим, то есть, пишите, пожалуйста, в комментариях, в каких ситуациях вам хотелось бы, чтобы нейросетка вам помогала и я тогда на более конкретных кейсах смогу вам что-то показать, посоветовать. Как только вы вот эту базовую историю понимаете, что это не Google, а человек вам в помощь, то разговаривая с ним, ставя задачи и задавая вопрос, а что ты умеешь, вы потихонечку наберёте вот это вот понимание о том, с чем он справляется и с чем он не справляется. Просто надо пробовать, спрашивать его, и он вам будет отвечать. Например, мы с ним собирали семейный бюджет, и я построила разговор с ним немножечко не так, что типа посчитай семейный бюджет, а я спросила его таким образом. Давай посчитаем семейный бюджет. То есть, я, понятно, в один чатик это всё скидываю, но лучше, конечно, разного типа задачи делать в разных... Да, на самом деле, что я буду объяснять, давайте просто новую сессию начнём. Давай проанализируем семейный бюджет. Спрашивай меня, какие траты у нас в семье есть, а я буду говорить тебе суммы. Твоя задача составить наиболее полный список наших трат. И его задача, то есть, он вас будет спрашивать, собственно, вы не придумываете, не вспоминаете у себя в голове, на что вы тратите. Да, он вам готовит какой-то первый список. И дальше, например, вы говорите, а ещё у меня есть собака. Он такой говорит, а сколько вы тратите на собаку. А ещё у меня есть, я раз в неделю хожу на массаж, сколько вы тратите на массаж. И таким образом он просто собирает, вы ему подсказываете, он вас дополнительно спрашивает, вы ему называете суммы, и он это всё аккумулирует, он всё это считает, и в конце вам просто выдаёт общую сумму. После этого вы можете ему сказать, а предложи мне прими на себя роль консультанта по финансам и предложи, каким образом я могу оптимизировать эти расходы. И вот если вы поставите, объясните ему роль, что ты продвинутый суперпрофессиональный семейный консультант по экономике, по семейному бюджету, он из всего-всего того, что он знает, то, что он накачал во всём мире, вытащит знания про семейное консультирование по семейным бюджетам, консультирование по семейным бюджетам, и использует эти знания для того, чтобы вам что-то предложить. Вот, собственно, такое общее направление ощупывания слона, чем отличается нейросетка от привычных нам онлайн сервисов и от поисковых машинок. Поэтому пишите вопросы в комментариях, я с удовольствием помогу вам разобраться всё, что вас волнует по нейросетям, по тому, как их использовать, а как эти нейросети могут помогать нам в реальной жизни. Вот с этими вопросами с удовольствием приходите в комментарии и подписывайтесь на канал, здесь будут ответы на ваши вопросы. Всё, счастливо!